Новая квартира в столице республики Многодетная семья из Цхинвальского района получила жилье Помощь маломобильным гражданам президент передал нескольким цхинвальцам медицинскую технику Нацелены на отличный результат сотрудники Министерства обороны готовы к международным соревнованиям Армии 2021 Президент Анатолий Бибилов передал мобильные инвалидные коляски нескольким жителям города Цхинвал Такая помощь оказывается регулярно на средства благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов Репортаж нашего корреспондента Агунда Губозовой Всего для людей с ограниченными возможностями в этом месяце были закуплены инвалидные коляски В том числе прогулочное кресло-коляска, медицинский аспиратор и ортопедический велосипед Инвалидная коляска с электрическим приводом Чаще всего Анатолий Бибилов лично посещает этих людей и на месте изучает условия жизни Иногда прямо там дает получение, потому что иногда нужно бывает где-то расширить дверной проявл, чтобы коляска могла, можно было выкатиться на улицу Или иногда требуется какое-то дополнительное лечение Такая помощь тоже всегда оказывается Медицинское оборудование позволяет родителям малышей выводить их на свежий воздух Каждый раз к этим закупкам подходит индивидуально, то есть учитывается рост, вес, возраст того, для кого нужно закупить технику Для того, чтобы все возможности были использованы, чтобы люди могли выходить на улицу и быть частью нашего общества Вся необходимая медтехника приобретается на средства благотворительного фонда «Единство Алани», учредителем которого является Анатолий Бибилов На имя Анатолия Ильича регулярно поступают заявления от граждан с ограниченными возможностями или от семей, у которых есть дети с ограниченными возможностями Все эти заявления изучаются и выделяются своевременно потом средствам Очень часто люди в своих заявлениях указывают, что узнали, что такая помощь оказывается именно из сообщений СМИ, из ваших телевизионных репортажей И я думаю, что ваша работа очень полезна Всего за время работы фонда было закуплено около 50 единиц различной техники для маломобильных граждан Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня Семье с тремя детьми из Цхимвальского района выделили однокомнатную квартиру в одном из микрорайонов столицы С просьбой оказать им помощь к уполномоченному по правам ребенка при президенте обратился начальник отдела по делам несовершеннолетних Из защиты их прав администрации Цхимвальского района Семья проживала в непригодных для жилья условиях Кроме того, у матери и двоих ее детей появились проблемы со здоровьем Конечно, это было очень сложно видеть, в каких условиях живет она и ее дети Все условия, которые там были, они соответствовали для нормальной жизни человека И в связи с этим были приняты меры Я ходатайствовала в мэрию города к мэру Алану Григорьевичу о том, чтобы оказать содействие в помощи молодой матери Он очень помог, он выделил жилье жилищного фонда и за это огромное спасибо Я хочу отметить то, что жилье выдается только остро нуждающимся И то есть я должна проверять, смотреть те, кто нуждается Представители делегации из Донецкой Народной Республики побывали в Ленингорском районе Они были очарованы красотой не только самого района, но и пейзажами, которые смогли наблюдать по пути из Цхимвала в Ленингор В поселке им провели экскурсию по историко-краеведческому музею Ну а встречали их по всем правилам осетинского гостеприимства Сюжет Анжелы Кукоевой Представители Союза писателей Донецкой Народной Республики в рамках своего визита в нашу республику посетили Ленингорский район Их встретили с тремя пирогами и чайшей осетинского пива у Армазской церкви Святого Георгия Гости побывали в поселке Ленингорского района Гости побывали в поселке Ленингор, пообщались с местными жителями, сфотографировались на память на берегу реки Ксан Они отметили, что путь от Цхимвала до Ленингорского района – это незабываемые впечатления Они насладились великолепными видами и живописными панорамами Но больше всего им понравилось осетинское гостеприимство Нас встретили возле старинной церкви с песнями, с танцами, с музыкой, с пирогами То есть это настолько красиво, мне все очень нравится Нас очень красиво встретили, очень красиво, очень душевно Здесь очень много красоты, это то, чего не хватает иногда Я, конечно, живу в самом красивом городе мира, в Санкт-Петербурге, это понятно Но есть другая красота Ты привыкаешь к тому, что дома, видишь что-то совершенно неожиданное, новое, прекрасное Ваше самое главное богатство – это здесь красивые горы, зеленые и душевные люди Считаю, что это одна из самых ярких и самых красивых мест на Земле И главное нам сберечь эту жемчужину, чтобы здесь больше никогда не звучали выстрелы Потому как я, как житель Донецка, слишком хорошо знаю, что это такое И я всегда приезжаю к вам в страну как к себе домой И уверен, что любой осетин приезжает в Донецк точно так же, как к себе домой Гости района посетили мемориал защитникам Отечества в центре поселка И почтили память героев минутой омолчания После директора историко-краеведческого музея Залина Черткоева провела им экскурсию по музею Уникальные экспонаты, старинные иконы, древние артефакты Теперь в книге почетных гостей добрые пожелания и от донецких писателей-фантастов Музей очень пропитан исторической атмосферой И, что немаловажно, атмосферой вашего желания сохранения этого всего Вот этих контрастов, вот этого тепла Вот ты идешь, и, как нам сказали, вы даже на плитке стоите 16 века, аж будоражит Как добавили гости в сборник «Живи Осетия» Обязательно войдут произведения о Ленингурском районе Южной Осетии Анжела Кукоева, Айда Кочева, Вера Цхавребова, информационный выпуск сегодня В этом году Министерство обороны Южной Осетии вновь примет участие в армейских играх Которые пройдут в конце августа в различных регионах России В Минобороны были сформированы команды из числа военнослужащих батальона специального назначения И мотострелкового батальона Репортаж о Гунде Губозовой Подготовка команд, которые нацелились на выступления в конкурсах игр «Танковый биатлон», «Отличники воинской разведки», «Эльбрусское кольцо» и других Стартовала в начале текущего года и проходила практически ежедневно В этом месяце прошли отборочные соревнования Среди команд, претендующих на участие в конкурсе Отличники воинской разведки, который пройдет в городе Новосибирск Команды соревновались на улучшенной полевой учебной базе, где был модернизирован ряд учебных точек Участников отборочных соревнований поприветствовал министр обороны Ибрагим Гасеев Он отметил, что у спецназовцами был выполнен большой объем работы, при этом проявлены настойчивость и целеустремленность По совершенствованию знаний и повышению уровня профессиональной подготовки По результатам соревнований выбрана команда, продемонстрировавшая лучшие результаты Которая и поедет в Новосибирск бороться за первое место Руководством Министерства обороны было отмечено, что участие в армейских международных играх Служит дальнейшему развитию взаимоотношений между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией в военной сфере Агунда Губозова, Инга Чихойва, Сергей Кочиев, информационный выпуск, сегодня Столетие со дня рождения великого осетинского и российского композитора, дирижера Дудара Хоханова А также 140-летие народного художника Махарбега Туганова К этим двум знаменательным датам 2021 года Национальный банк Южной Осетии подготовился Он выпустит юбилейные монеты Эскизы создал народный художник Тамерлан Схавребов Национальный банк Южной Осетии в 2021 году планирует выпустить юбилейные монеты По двум из них уже разработаны эскизы, которые отправлены в Госнаг России Над эскизами монет работал народный художник Тамерлан Схавребов Выпуск монет Национальным банком начат был в 2013 году Мы выпустили всего 23 монеты, из них 4 золотые, 4 с выборочным золочением К монетам у нас прилагаются сертификаты соответствия И монеты у нас размещены в Национальном музее и в музее Юго-Астинского государственного университета В прошлом году, в 2020 году мы разместили заказ на две монеты Одна из монет будет выпущена к столетию со дня рождения великого осетинского и российского композитора Дирижера Тудара Хоханова А вторая монета будет посвящена 140-летию народного художника Махарбега Туганова Также Нацбанк разместил заказ на две юбилейные монеты Одна монета будет посвящена юбилею Юго-Астинского государственного университета И вторая монета будет приурочена, это будет в следующем году, к юбилею города Монеты находятся в свободной продаже в Национальном банке Республики Южная Осетия Алена Уттайва, Сармат Гудитаев, Заримар Сойва, информационный выпуск сегодня Цхимвальцы очень любят источник в селе Иракау Многие постоянно набирают там воду для питья Но недавно из-за аномальной жары источник высох Специалисты ЖКХ Цхимвальского района провели кропотливую работу Чтобы найти источники поблизости и восстановить водоснабжение Репортаж нашего корреспондента Более двух недель жители республики не могли набрать воды из источника в селе Иракау Этот родник расположен близко к городу Цхимвал И жители часто набирают здесь воду Зачастую у родника собирается большая очередь Как разъяснили в администрации Цхимвальского района Из-за жары и засухи уровень воды снизился Работники ЖКХ Цхимвальского района более двух недель искали источники на близлежащей территории Чтобы провести оттуда воду и восстановить водоснабжение Продолжение следует... Сейчас проблема устранена и все желающие снова могут набрать вкусной и чистой воды Здравствуйте, Кузаева, Фатима Чучи, Варнуль Харебов Информационный выпуск сегодня Завтра, 23 июля, национальные СМИ Южной Осетии отмечают свой профессиональный праздник Этот день берет свои истоки с 1906 года Именно тогда во Владикавказе вышла в свет первая газета на осетинском языке Иронгазет Тему продолжит наш корреспондент Работа в СМИ, несмотря на кажущуюся простоту, все же является тяжелым занятием Тем более для тех, кто трудился в национальных СМИ в непростые годы, в годы становления республики Многие из них достойно продолжают слушать выбранной профессии и по сей день Среди них Гулодзе Бисова На протяжении полувека она успешно справляется со своими обязанностями Свой путь в СМИ она начала с работы в типографии Свой путь в Казахстане В 2004 году Гулудзевисова перешла в газету «Хурзарин». С тех пор, около 17 лет, она предана трудиться на должности ответственного секретаря. Работа моя трудная, ведь я ответственна за каждую букву перечитателями. Но благодарна судьбе, что попала именно в этот коллектив, говорит она. Гулудзевисова Она не только успешно справляется со своими профессиональными обязанностями, но всегда в любой ситуации готова прийти на помощь коллегам. Хороший друг и наставник. За столько лет работы она зарекомендовала себя с лучшей стороны. Газета техникон, фалинзиума дайстарит дар, а раз, не мог визна гисть, емол дар стой уржтет дар. А бон, «Хурзарин» дар куся. У донай, ал камен дар. Ал камен дар. Ей куттар дар, манамадазана гехи. Е, она гадим, макдар. Кума, афтамазага, амакфатихса. А вот гулия фарсмен, а варазан, камзихон, хасай, кам. Сегодня коллектив газеты «Хурзари» пополнили молодые кадры. А это значит, что работы у Гулу Георгиевны прибавилось. Опыт работы, знания необходимо передавать поколениям. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ольга Цхавребова, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова